В Твери завершается подготовка школ и детских садов к новому учебному году. Ремонт помещений и благоустройство прилегающей территории завершены почти на всех объектах. Комиссии по приемке образовательных учреждений работают в каждом районе города и проверяют ход ремонтных работ. Подробности прямо сейчас. Первый объект этой проверки — 49-я школа в микрорайоне Южный. Капитальный ремонт уже завершен. Сейчас идет закупка оборудования. Посмотреть, как обустраивают классы, вместе с комиссией пришли и родители школьников. Надеемся, что у нас и в дальнейшем будет побольше таких классов во многих школах. Но мы, конечно, рады в первую очередь за свою школу. Работы по ремонту, вернее, по созданию дополнительных классов прошли в 49-й и 48-й школах. Таким образом во всех районах города постепенно сокращается вторая смена. Неиспользуемые помещения ремонтируют и передают для учебного процесса. В данном случае в Южном уже этой осенью из второй смены в первую перейдут 50 учеников младших классов. Депутат Законодательного собрания Тверской области Антон Секержецкий вырос и учился в Южном. В прошлые годы по его инициативе здесь заменили освещение на светодиодное, также на контроле запроса родителей и текущая хозяйственно-бытовая деятельность. Постоянно ведем общение с руководителями школ, с холочами, с некими общественными организациями, хоккей, как родительский комитет. Знаем о тех игрово-лобальных и небольших проблемах, с которыми сталкиваются учебные заведения Южного. В 45-й школе идет ремонт стадиона. Здесь появится поле для мини-футбола с искусственным покрытием, волейбольные и баскетбольные площадки, беговые дорожки, уличные тренажеры и трибуны на 50 мест. Введение в строй данного спортивного сооружения позволит создать некий центр спортивной работы в микрорайоне Южный. И, конечно же, позволит проводить спортивную работу не только в учебный год, но и также в летний период. Также на всех объектах отрасли образования в рамках подготовки к новому учебному году выполнен косметический ремонт и проведены работы по подготовке тепловых узлов. Принимаются меры по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности. Инспекционные выезды будут продолжаться.